Топорик Первым ожил Россетер. Выставив вперед плечо, он ринулся к двери в подвал. Тут и мое оцепенение прошло, задыхаясь, я бросился вслед за ним. Мы протиснулись в дверь почти одновременно, и, оказавшись на площадке, пахнущей краской, стали спускаться по лестнице в темноту. — Куда? — с трудом переводя дыхание спросил меня Россетер. — Вон туда. Внизу было душно от разожженной печи, пахло яблоками, сыростью и углем. Вдали я различил огонек. В его дрожащем пламени мне показалось, что я вижу на каменном полу кровь. Мы побежали. Под ноги Россетеру попалось ведро, он отшвырнул его носком ботинка, и мы бросились дальше. Дальняя часть подвала располагалась чуть ниже, и туда вели три ступеньки. Подойдя к ним, мы остановились. В левом переднем углу мы увидели громоздкий верстак и длинные полки. Затем начинался бункер для угля, отбрасывающий длинную черную тень. На верстаке горела свечка в оловянном подсвечнике, освещая выкрашенные белой краской полки и пыльные рамы окошка, прорезанного высоко в стене. Какое-то время мы стояли и смотрели на желтое колеблющееся пламя. Затем наше внимание привлекла какая-то темная жидкость, что текла от бункера с углем. Оттуда же, по направлению к нам, вели темные следы. Я покрылся потом. По коже побежали мурашки. Я не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Все, даже желтое пламя свечи, исторгало ужас. Мне казалось, что все вокруг рассыпается, словно чешуйки белой краски, которой были выкрашены полки. Все было ненастоящее, как в кошмарном сне. От основного темного потока отходили тонкие струйки крови и бежали к нам. Внутри у меня все сжалось. Росат орденул меня за руку, но я не мог сдвинуться с места. Влажными волнами накатывал жар от печи. Длинная, нескладная фигура Росатра двинулась вперед. Он спустился по ступенькам и растворился в тени от бункера. Мне ничего не оставалось делать, как пойти за ним следом. — Тут какая-то рукоятка. — услышал я его голос, гулко раздавшийся в пустом пространстве подвала. — Это... это, кажется, какой-то топорик. Он обернулся ко мне. Лицо его было серо-зеленым. Он неистово тер одну руку о другую. — Это и правда топорик, — сказал он. — Торчит у нее в затылке. У жены Твилса, Кларисы. — Подойдите ко мне. То, что я увидел, напоминало зрелище, которое открывается человеку, не носящему обычные очки, но по какой-то причине вдруг их надевшему. Пол словно приподнялся. Ты бредешь по нему, как по воде, и все приобретает новые пропорции. Только я смотрел на все через очки ужаса. Я слышал слова Росетера, но не мог в них поверить. Все было слишком чудовищно. Росетер сделал неловкий шаг, и под его ногами захрустел уголь. Несколько кусков угля отвалилось, запрыгало по полу. От этого свечка задрожала, пламя заметалось из стороны в сторону. В его мерцании я заметил паутину в одном из углов. Я старался уцепиться за эти детали, чтобы как-то заглушить страх. Затем Росетер чиркнул спичкой. После того, как прошел первый шок, смотреть стало чуть легче. Кларису убили. Эти слова звучали в моем сознании, словно шаги судьи по пустому холлу. Она лежала в черном платье, ногами в куче угля. Ноги в черных шелковых чулках были согнуты, руки раскинуты в стороны, ладонями вверх. Рядом с ней стояла разбитая бутылка. Темный ручей, как я теперь понял, состоял не только из крови. В воздухе густо пахло виски. Клариса лежала, прижавшись щекой к каменному полу. Черные волосы закрывали ей лицо. Топорик вонзился в голову под правым ухом и по-прежнему торчал из черепа. Рукоятка его слегка касалась пола. Когда лезвие, пробив кость, вошло в мозг, Клариса осела на пол бесформенной массой, ее тело разом потеряло четкие очертания, словно лопнувшие шина. Я обнаружил, что мои башмаки перепачканы кровью и виски, хотя я остановился в нескольких футах от трупа. Я с удивлением услышал свой собственный голос, призрачный и ненатуральный. Она захотела выпить еще. Она напилась да пьяна. Захотела еще. Спустилась в подвал и... — Закройте дверь, — распорядился Россетер. — Ту, что ведет в подвал из холла. Поторапливайтесь. Я поднялся по трем ступенькам, кое-как на ощупь прошел по темной части подвала, потом по деревянной лестнице до двери. Дом ожил. Кто-то бился в истерике, холл был полон шума и шагов. В тусклом газовом свете я увидел, как кто-то устремился в мою сторону. Быстрым движением я выдернул ключ из замочной скважины, запер дверь с внутренней стороны и прислонился к стене, вытирая холодный пот с олба. Затем я побрел обратно, чувствуя, что ноги меня не слушаются. У бункера стоял Россетер. В руке он по-прежнему держал обгорелую спичку. Через весь пол протянулась его длинная нескладная тень. На улице вовсю завывал ветер, в щели в печной заслонке демонически мигал огонь. Я всеми силами пытался не думать о Кларисе. Еще недавно я сидел рядом с ней, пьяной, испуганной женщиной, а теперь она вдруг шагнула в кромешную темноту. Но так или иначе она лежала в нескольких шагах от меня с пробитым черепом. Черные, спутанные волосы были перепачканы кровью, ноги некрасиво раскинуты, так что видны были подвязки. Рядом разбитая бутылка с виски. Я перевел взгляд на грязное окно над полками. Снова в горле у меня встал ком. Я хотел было позвать Россетер, но ничего, кроме глухого хрипа, не получилось. В окне я увидел лицо. Я видел глаза и кончик носа, расплющенное стекло. Наконец я обрел дар речи. «Глядите!» — «В окне!» — крикнул я. Россетер повернулся, выпрямился. Наверху по-прежнему кто-то истерически кричал. Россетер тупо таращился на окно. Я быстро подбежал к верстаку, вскочил на него и начал неистово дергать задвижки. Лицо исчезло. Мешали банки с краской на верхней полке. Пальцы плохо слушались. Мне приходилось тянуться, и прошло несколько минут, прежде чем окно распахнулось. Я влез на верхнюю полку, отчего вниз с грохотом полетели банки, и протиснулся в окно. Порыв холодного воздуха ворвался в подвал и погасил свечу. Выбираясь наружу, я ободрал руки о гравий, потом кое-как поднялся на ноги. Небо на западе было еще в слабых белорозовых отблесках. Деревья превратились в темные силуэты, и прямо перед собой я увидел, как к бассейну бежит темная фигура. Из подвала доносились трески грохот. Я хотел было броситься вдогонку за загадочным незнакомцем, как вдруг со мной рядом оказался Россетер. — Надо отрезать ему путь! — крикнул я англичанину. — Вы бегите налево, а я зайду справа. Резкий порыв ветра заглушил мои слова. Я перебрался через кусты и двинулся к газону. Черный силуэт впереди двигался странными зигзагами. Я окликнул беглеца, но он и не подумал остановиться. Вдруг впереди я увидел Россетера и считал, что неплохо бегаю, но резвость Россетера была поистине удивительна. Расстояние между ним и черным силуэтом стремительно сокращалось. Затем они оба скрылись за каштанами, до меня долетал лишь громкий топот. Потом я услышал, как кто-то охнул, вскрикнул «нет», затем раздался глухой звук падения и тишина. — Я его поймал! — хрикнул из темноты Россетер. — Ко мне! Сюда! Под моими ногами хрустели сучки, я спотыкался о корне деревьев. Оттолкнув голую ветку, я увидел, что на земле лежит человек, а над ним возвышается фигура Россетера. Лежащий судорожно прерывисто дышал. Зрелище было жуткое — черная фигура на фоне черных ветвей и алого заката. Мы стояли неподалеку от чугунной ограды и шоссе. Я услышал шум автомобиля где-то совсем рядом. Человек на земле пытался подняться, он всхлипывал и что-то бормотал. В этот момент ограду осветили фары приближающейся машины, по лицу незнакомца пробежали тени от решетки. И я увидел, что это никто иной, как Том Куэйл. Хотя лицо его тут же снова оказалось в темноте, я знал, что не мог ошибиться. Да, это был Том Куэйл, бледный, худой, дрожащий, изможденный, с разбитой, видимо, при падении, губой. Я назвал его по имени. — Кто это? — Кто? — воскликнул он. — Кто это? — Голос его задрожал. — О, Боже, Боже! — повторил он, словно заклинание, раскачиваясь из стороны в сторону. — Я не могу, я не могу. Темноту прорезал свирепый рык Россетера. — Это он убегал. — Да, он, — отозвался я, удивленный этой еле сдерживаемой яростью. — Возьми себя в руки, Том. Я Джефф Марль. Ты меня помнишь? — Ну-ну, успокойся. — Помогите мне, — простонал Том. — Я только что из больницы. Мне нельзя было бегать так быстро. Кто вы? Я не понял. Он уже стоял, шатаясь и со стоном выдыхая воздух. Я протянул ему руку. — Я боялся войти в дом, — шептом говорил он. — Я не знал, как они меня встретят. Я... Я замерз. У меня даже нет пальто, а на улице так холодно. — Ладно, будет вам, — смущенно сказал Россетер. — Успокойтесь, пошли с нами. Взяв Тома с двух сторон под руки, мы побрели к дому полужайки. Было слышно, как бедняга стучит зубами. Пробормотав что-то нечленораздельное, Россетер снял с себя пиджак и набросил его Тому на плечи. Мы позвонили в дверь, послышались торопливые шаги, и дверь распахнулась. На пороге стояла бледная, испуганная Джинни. Она была начала что-то быстро говорить, но когда увидела нашего спутника, осеклась. Губы ее дрожали. — Разговоры потом, — сказал я. — Так или иначе он вернулся. — Не спрашивай, как и почему. — Где остальные? — Я вернусь через подвальное окно, — пробормотал Россетер. — А вы расскажите им, что произошло. Не успел я закрыть дверь, как его и след простыл. Джинни трясла рукой, будто пыталась выдернуть пальцы из суставов. Какое-то время она молчала. — Папа? — наконец выдавила она. — Папа? — Где он? — Кто там? — Клариса? Она замолчала и прищурилась, но в это время сверху раздался истерический вопль. А затем застучали поспешные шаги, и на верхней площадке лестницы показалась Мэри. — Тише, — сказал я, — тише. Мы во всем разберемся. — Он весь в крови, — крикнула сверху Мэри. — Он ранен. Он весь в крови. О, Боже! — Джинни! — в отчаянии сказал я. — Если у тебя есть силы и мужество, они тебе сейчас очень пригодятся. Собери их все без остатка, иначе мы все лихнемся. Пойди и успокой ее. Неверной рукой она откинула с олба бронзовую прядь, губы ее дрожали, а расслышать ее голос оказалось почти невозможно, но она улыбнулась, пробормотав. — Постараюсь. — Хорошо. Сейчас иди наверх, а потом спускайся в библиотеку. Обернувшись к Тому, который в оцепенении прислонился к стене, я провел его в библиотеку. Он стоял неподвижно у самого порога, там, где я отпустил его и даже не пытался пошевелиться. Я подошел к люстре, черкнул спичкой и зажег три газовых рожка. Том поморгал, затем опустился в кресло. Куда делись его актерская развязность, его огонь, его надменность? Он сидел сгорбившись. Узкие плечи дрожали, зубы по-прежнему выбивали дробь. Губы были синего цвета, из-под засаленной шляпы торчали темные волосы. Горло было замотано шерстяным шарфом. На нем был пиджак в яркую полоску, старый и потертый. Смуглое лицо сохранило былую красоту, хотя болезнь сделала его осунувшимся и преждевременно увядшим. «У меня нет мужества», — вдруг сказал он. Слово, оброненное мной в холле, несколько минут назад запало ему в память. Он беззвучно обвел комнату взглядом и повторил. «Никакого мужества». Я вернулся. Его снова охватила дрожь. В моем кармане по-прежнему были ключи от книжного шкафа, где я запер бутылку Брэнди. Брэнди можно было пить, не опасаясь отравы, это мы уже успели установить. Я от першкаф вынул бутылку и протянул Тому. Сначала он глядел на нее, не веря своим глазам, потом сделал жадный глоток. Он поставил бутылку на стол, но вскоре снова взял в руки и приложился еще раз. «Осторожней», — предупредил я его. «Когда ты ел?» «Вчера днем», — сипло отозвался он. Постепенно дрожь проходила, Брэнди согревал, успокаивал его. «Хорошо, теперь мне легче. А было скверно, Джефф. Я с тобой даже не поздоровался, а сначала и вовсе не узнал. Что же случилось?» «А что ты хотел увидеть в том окне?» Он тяжело и часто дышал. «Послушай, Джефф, расскажи мне, что к чему, а то у меня голова идет кругом. Мне показалось, я там увидел... Нет, я, наверное, просто схожу с ума». Он просительно посмотрел на меня, затем вдруг закрыл лицо руками. «Что же тебе показалось?» Том убрал руки. Глаза у него были испуганные, остекленевшие. Похоже, померещилось. Голова у меня гудит, возникают разные картины. Я обманул врача в больнице, я всех обманул, сказал, что я богат. Когда я заглянул в окно, мне показалось, что я вижу Клариссу, мою сестру. Ее ударили топором. Я видел кровь. Ты видел, кто ее ударил? Нет, больше я ничего не видел, поэтому я и решил, что все это мне померещилось. Том снова закрыл глаза руками. Но я слышал, как они говорили. Я так ясно все видел. Нет, я должен все-все рассказать. Я оказался здесь днем, добирался пешком от самого Кливленда. Я побоялся войти с парадного входа, поэтому обошел дом сзади. Было так холодно. Я страшно замерз и решил, была не была. Войду. Но в доме была полная темнота, только в подвальном окошке горел свет. И я заглянул в него. И что? Вот слушай. На верстаке горела свеча. Я увидел, как появилась Клариса. Потом она вздрогнула и обернулась, как будто услышала какой-то шум в углу, там, где окно. И еще у нее под мышкой была бутылка. Она спросила, кто там? Клянусь Богом, я четко слышал, как она это спросила. Потом она поглядела в сторону угольного бункера. У нее был испуганный вид, и она шаталась, словно пьяная. Том судорожно глотнул и пожал своими худыми плечами. Я продолжал смотреть. Она подошла и заглянула в бункер за дощатую перегородку. Тут на какое-то мгновение я потерял ее из виду. Но потом я четко слышал, как она сказала. Она спросила, «О, Господи, это ты?» Том широко развел руками. Затем началось что-то вроде схватки. Упал какой-то предмет, то ли банк, то ли что-то еще. Похоже, это была банка с крысиным ядом, вылетевшая из руки отравителя, которого увидела Клариса за перегородкой. Я слышал, как банка покатилась по полу, взволнованно продолжал Том. И снова началась борьба. Клариса говорила что-то, чего я не мог разобрать. Затем я опять увидел Кларису. Она выскочила из-за перегородки и попыталась бежать. А потом я услышал удар топора. И вступленно прошептал Том. Клянусь, я слышал, как ударил топор. Я видел топор. Раздался хруст и брызнула кровь. Видимо, несколько капель попало на свечу, и она зашипела. Может, это мне все и померечилось. Но я видел это так ясно, так отчетливо. Ужас! Она упала на пол, и кто-то оттащил ее. Я не видел, кто именно, только ее тело двигалось по полу, а в голове торчал топор. Это-то меня и доконало. — Ты закричал? — осведомился я. — Нет. Я слишком испугался. Я вскочил и побежал. Я добежал до первого дерева, упал и лежал там. Я весь дрожал. Лежал и дрожал. Больше ничего такого не произошло. Я видел, как на улицу вышли люди, двое сели в машину и уехали. Затем я заметил, что кто-то стоит на крыльце. Тогда я взял и спрятался за чугунной собакой. Том поежился. Я решил, что схожу с ума. Я подумал, что вот сейчас умру, и даже позлорадствовал, как они все переполошатся, когда утром выйдут из дома и увидят на лужайке мой труп. Он закашлялся. Брэнди ударил ему в голову, и на глазах его заблестели слезы жалости к самому себе. Сейчас он мне показался моложе, чем даже в те годы, когда мы виделись постоянно. В голосе его слышались жалобные нотки. Я правда подумал, что все это мне почудилось, что это мое воображение. Тогда я решил, вернусь и погляжу еще раз. Не успел я заглянуть в окно, как вы меня увидели, и пустились в погоню. Он удрученно покачал головой. Все не так. Сплошное безумие. Открылась дверь, и вошла Джинни. Том судорожно обернулся, она же оглядела его с головы до ног, увидела его потрепанную одежду, жалобно испуганные выражения лица, весь его жалкий облик, затем приблизилась и положила руку брату на плечо. — Неважно, выглядишь, старина, — пробормотала она ему на ухо. — Нет-нет, не вставай. — Я не могу как следует поприветствовать тебя. — Том, слишком много тут у нас неприятностей. Но твои беды кончились. Она улыбнулась, с трудом сдерживая слезы, и посмотрела на меня через его плечо. — Мы его не отпустим, Джефф. Том останется с нами. — Ну, а теперь расскажи мне все. Ее рука крепче сжала плечо брата. — Что произошло? — Как вы его нашли? — Что там внизу? И не бойся, говори правду. Я выдержу. — Клариса погибла, — сказал я. — Похоже, это опять убийство. Том подпрыгнул в кресле, отбросив руку сестры. — Клариса? — воскликнул он. — Клариса! — Значит, я не сошел с ума. А значит, со мной все в порядке. Но... — Погодите. Кого? — Нет, это же невозможно. О чем вы говорите? Что значит опять убийство? Джин немедленно поднялась с подлокотника кресла Тома. Пока Том бормотал свой вздор, пытаясь пробудить к себе сочувствие, и одновременно нашаривал рукой бутылку, Джин не стояла не шелохнувшись. Ее зеленые глаза сделались блестящими и огромными. — Но почему? — вдруг спросила она. — Почему убили Кларису? Я не ответил. Я сказал лишь, об этом трудно говорить. Тут могут быть самые разные причины. Например... Я колебался. Наиболее очевидное вытекало из того, что поведал Том, но все же могла существовать и иная, более серьезная причина. Так или иначе, все подозрения падали на одну личность. — Скорее всего, Клариса узнала отравителя, — сказал я. Собственно, она мне призналась, что у нее есть на этот счет кое-какие догадки. Не исключено также, что убийства доктора Твилса и Кларисы были составными частями заранее задуманного плана. У Твилса были деньги, и он умер. Деньги перешли к Кларисе, и она могла распоряжаться ими по своему усмотрению. — И все-таки ты что-то скрываешь, Джефф? — Нет, не скрываю. Просто мне трудно это произнести, но ты видела, кто вышел из погреба с окровавленными руками. В это время Том чмокнул губами, снова приложившись к бутылке, и этот неуместный звук сделал мои слова еще более зловещими. Джинни попятилась. — Ты хочешь сказать, — прошелестела она, — что отец мог... — Говорю тебе, мне трудно это произнести. Я и сам в это не верю. Но саржент уже заподозрил неладное. Теперь... Я пожал плечами. — Где он сейчас? — Наверху. Я пошла навестить Клариссу, но ее в комнате не было. Я увидела пустую бутылку и испугалась, что она пошла за новой. Я села, попыталась читать, но не могла сосредоточиться. Затем я услышала чей-то крик. Сперва мне стало так страшно, что я не решилась выйти. Но когда я, наконец, спустилась на второй этаж, то увидела, что отец моет руки. А вода в раковине спокойна, — скомандовал я, чувствуя, как усиливаются в ее голосе истерические нотки. — Лучше отведи Тома на кухню и накорми. Он не ел со вчерашнего дня. Том сидел в полном оцепенении. Он пытался понять, о чем мы говорим. Но холод, голод, слабость в сочетании с увиденным им кошмарным зрелищем сделали свое дело. Джинни растолкала его и повела, как ребенка, на кухню. Он что-то бубнил себе под нос. Снова кто-то видел мельком убийцу. И снова он остался неизвестным. В каком-то иступленном замешательстве я постучал себя кулаком по голове. Все дорожки сходятся, но где? В поведении убийцы пугалась звериная жестокость, куда более устрашающая, чем трусливое коварство отравителя. Нужно было обладать особой жестокостью и свирепостью, чтобы вот так орудовать топором. Здесь поселился злой дух, в буквальном смысле слова. Он блуждал по дому, пока в один момент по полу не покатилась банка с ядом и не блеснул занесенный топор. Я вспомнил, как медсестра Хэррис рассказывала о смехе, послышавшемся ей ночью из комнаты Твилса. И мне захотелось кричать от отчаяния. Надо сорвать личину с дьявола, прикидывающегося честным и добропорядочным человеком. Но как распознать его за респектабельным фасадом? Где находились члены семейства Куэйлов, когда убийца делал свое черное дело? Судья Куэйл... Нет, этого не может быть. Надо начинать все сначала. В тусклом свете газа я ходил взад-вперед по библиотеке. За окном уже совсем стемнело. У меня возникло чувство, что нынешней ночью может случиться еще что-то, не менее ужасное. В моем сознании убийца стал зверем, и я внушал себе. Он попробовал крови и теперь не остановится перед новым кровавым преступлением. Я вздрогнул, когда дверь распахнулась, и вошел Россетер. Рука. Я запер подвал, прикрывая за собой дверь, сообщил Россетер. Вид у него был какой-то взъерошенный. А куда делся этот самый Том? Пошел поесть. Скоро вернется. — Ну, что вы выяснили? У него так дрожали руки, что он не мог свернуть свою гигантскую сигарету, и я протянул ему портсигар. Под глазами у него обозначились морщины, и я заметил, что руки его были только что вымыты и блестели. — Ничего такого, — буркнул он и с облегчением затянулся. За этой перегородкой были деревянные ящики, разрубленные на растопку. Там же, судя по всему, лежал и топорик. Убийца там прятался и, возможно, случайно увидел его и схватил. — А что рассказал Том Куэйл? Я коротко изложил суть разговора. Взгляд Россетера сделался непроницаемым, он обмяк, развалившись в кресле. — Ящики с вином, — продолжал он, — находятся в другом конце подвала. — Послушайте, — поколебавшись спросил он, — а свеча, Клариса пришла с ней? — Нет. Том утверждает, что она стояла на верстаке, а потом уже он увидел Кларису. — Я нашел банку с мышьяком, — сообщил Россетер. — Она лежала на угле, сверху. — Ее не особенно-то и прятали. — Думаете, она была там все время? — Нет. Ее увидел бы любой, кто пришел бы утром за углем. — Нет. Скорее всего, раньше она была спрятана где-то в другом месте, а в уголь ее попытались закопать уже после того, как была убита Клариса. Но бутылки с гиаскином я не нашел. Похоже, убийца еще не выполнил всего задуманного. Хотя и в принципе был того же мнения, но это предположение, высказанное вслух, произвело леденящий эффект. — Но почему он еще не успокоился? — вопрошал Россетер, выпрямляясь на стуле. — Вот это-то и пугает меня больше всего. Не могу понять. Все так вроде бы просто и вместе с тем... — Нет, мне очень хочется умыть руки, взять Джинни и уехать отсюда подальше. — Почему? — Потому что... — странным голосом произнес Россетер. — Если я останусь, то буду вынужден сказать им всю правду. Я воззрился на него. Он снова сделался похож на прорицателя. Он по-прежнему выглядел неуклюжим глупцом, он снова сорил вокруг себя пеплом, но что-то в его нервном молчании заставило мое горло сжаться. — Вам кажется, вы знаете ответ? — Боюсь, что да. — Господи, как же можно не видеть этого? — воскликнул он, ударяя по подлокотнику. — Почему вы этого не видите? — Асаджет... — Почему вижу один я? — Все так понятно. — Почему я должен объяснять, что и как? — Да разрази меня гром, если я пойду на это. — А, впрочем, рано или поздно мне придется это сделать. — Дело принимает дурной оборот, — сказал я, — для судьи. — Весьма, — согласился Россетер. — И если садженту удастся доказать его вину, он так или иначе подозревает судью. Россетер дернулся, словно его укусили. Он уставился на меня с глупым выражением на лице. — Судья? Разве я говорил, что судья в чем-то виновен? — Разве вы не дали понять, что он... — Ничего подобного, — с жаром возразил он. — Никогда не подумал бы, что старик способен на такое. С чего вы это взяли? Я вытер платком лоб. — Но, послушайте, мне казалось, вы... Вы хотите сказать, — перехватил инициативу Россетер, — что он нарочно отравил себя, чтобы отвести все подозрения? — Я не говорю, что я в этом уверен, — парировал я. — Но, возможно, так думает саджент. — Смотрите, а вдруг весь злодейский план был составлен именно против Твилса и Клариссы? Отравление миссис Куэл из самого себя выглядело как своеобразная ширма. Он дал миссис Куэл мышьяк в надежде, что Твилс сразу заметит это и отведет беду. Потом он сам принял геоскин, опять же полагая, что Твилс и здесь окажется на чеку. — Обратите внимание, он лишь немного отхлебнул, и очень осторожно, из своего стакана, а потом аккуратно поставил его почти нетронутым на каминную полку. Если бы он принял большую дозу, то непременно скончался бы. — Погодите, — вмешался Россетер, мотая головой. — А как же, по-вашему, он мог отравить тосты миссис Куэл? Он был лишен такой возможности? — Если вы помните, он повстречал Мэтта, когда тот поднимался с подносом. Судья остановил сына, поднял салфетку, поглядел на содержимое подноса. — Да-да, понял. Продолжайте. — Россетер наморщил лоб. — Я говорил, а в моем мозгу всплывали мельчайшие и известные мне подробности, наделяясь отныне особым смыслом. Пока я отвергал возможность причастности Куэлла к убийствам, детали эти не вызывали у меня никаких подозрений. Но теперь все было совсем иначе. — Если мы допустим, что Твиллс подозревал судью Куэлла, — продолжал я, чувствуя, как меня увлекает неодолимый поток, — все, что он сказал и написал, становится понятнее. Для начала, известно ли вам, что судья принимал морфин? Россетер прикрыл глаза рукой и глухо сказал. — Не знаю, как вы догадались, но Джинни говорила мне, что подозревает об этом. Морфин вызывает галлюцинации, видение и ложный взгляд на мир. Морфин делается из опиума. Предположим, судья вообразил, что кто-то решил напугать его до смерти с помощью мраморной руки. Учитывая, что он вообразил это под воздействием морфина, мы вправе усомниться, что эта самая мраморная рука существует. Это навязчивый кошмар, причем такой сильный, что, спокойно обсуждая, кто бы мог его отравить, судья решительно отказывался даже упоминать эту самую руку. При одном этом слове он как-то съеживался, и я видел, в какой ужас приводил его тогда даже обыкновенный стук в дверь. Кто еще из его родственников видел эту руку? Никто. Правда, Мэри утверждает, что ей случалось ее видеть, но с тем же успехом она могла принять за руку обрывок оберточной бумаги, который ветром занесло в буфетную. Далее. Он убежден, что против него ополчились все домашние. Он так нам и заявил. Кроме того, он потерял свое состояние, и это не дает ему покоя. Если бы ему удалось вернуть свои деньги, он мог бы восстановить власть над семьей, заставить их подчиняться ему беспрекословно. И, наконец, он полагает, что они сожгли его рукопись. Может, это и так, но не исключено, что он сделал это сам. А может, это его очередная галлюцинация? Росетер беспокойно зашевелился в кресле. Послушайте, — пробормотал он, — вы все валите в одну кучу. Значит, по-вашему, он задумал убить Твилса и Клариссу, и Твилс догадался об этом с самого начала. Вспомните, что говорил мне Твилс. Первые слова, которые я от него услышал, были вот какие. Да простит меня Господь, я несу ответственность. А затем он поговорил с судьей у библиотеки, и я не слышал, о чем был разговор, Твилс не хотел, чтобы при этом присутствовали посторонние. Может, он сказал, — я знаю, господин судья, что мышьяки и дали вы. Не потому ли судья вернулся дико взбудораженный, и это возбуждение охватило его еще до того, как начал действовать геоскин? Продолжайте. Твилс, похоже, знал и о том, что судья — морфинист. Обратите внимание, он единственный, кто не беспокоился о том, что с другими членами семьи может произойти какая-то беда. Он сказал Кларисе, — если кого-то и попытаются отравить, так это меня. И еще он сказал мне, что ожидает ночью визитера, потому-то он и не ложился спать, ждал этого посетителя. Но яд подействовал раньше. Он надеялся, поговорив с судьей, обезопасить себя и Клариссу. Но встреча не состоялась. Что же касается планов убийцы, то Твилс мог вычислить или просто предположить, что судья, охваченный своими страхами и галлюцинациями, может под воздействием морфина пожелать извести всех до одного в этом доме. Оба варианта реальны, но в любом случае Твилс подозревал, что первой жертвой будет он. Твилс все рассказал судье о свойствах геоскина, показал бутылку, и судья знал, где она хранится. Кроме них в комнате тогда больше никого не было. — Я, кажется, вижу, какой вывод вы хотите сделать, — кемнул Россетер. — Хотя последний пункт вызывает у меня сомнения. — Что-нибудь еще? — Так, одно рассуждение. — Вы знаете характер судьи, его чопорность, понимание им семейного долга, его взгляд на жизнь. — Так. — И что же? — Может быть, то обстоятельство, что окружающие его люди делали все, чтобы разрушить его представление о себе и привело к тому, что в нем взыграло желание убивать. В основе всего как раз может и лежит традиция, завещанная от предков. Распад традиционных представлений. — Почему вы так считаете? Я встал, взял Томик Гейн и со стола, и сказал. — Смотрите, все это как раз отвечает на вопросы Твилса. Уверен ли я, что знаю отравителя? Что было сожжено в камине и почему? Могла ли личность произвести такое впечатление? Возможно ли это с медицинской, с психологической точки зрения? — Да. Смотри, Ламбера, Графштейна. — Как насчет С-17, Н-19, Н-О-3, плюс H-2O, влияние? Я медленно положил книгу на стол и продолжил. На вопрос номер три дан положительный ответ с привлечением авторитетов двух знаменитых психологов. Наступила долгая пауза. Росетер взъерошил волосы. — Вы и сами в это не очень-то верите, — буркнул он. — А я и не говорю, что верю. Я сказал, что в это верит саджент и еще Рид, доктор старой знакомой судьи. Я вдруг замолчал, вспоминая сегодняшнее утро. Рид заметил следы от уколов на руке судьи, когда мы втроем навещали его, и, наверное, пришел к выводу, что Куэйл потерял рассудок от морфина и натворил все это. Он очень хотел выгородить судью, стараясь доказать, что Твилс покончил жизнь самоубийством. Но это как раз и усилило подозрительность саджента. Мы вдруг услышали, как кто-то спускается по лестнице, и разом замолчали. Сначала до нас донесся высокий протестующий женский голос, затем низкий голос судьи. Росетер встал, бросил окурок сигареты в камин и подошел к окну. Когда судья вошел в библиотеку, Росетер не обернулся. Судья Куэйл выглядел старым и измученным. Его слабые глаза щурились при газовом свете. Он забросил с плеча руку Мэри и сказал, — Со мной полный порядок. Ты слышишь? Отпусти меня. Джентльмены, — обратился он к нам, заслоняясь от света, показавшегося ему слишком ярким. Боюсь, я был не в лучшем виде некоторое время назад. Позвольте мне присесть. Он стал нашаривать рукой стул. Его длинное лицо выглядело изможденным, голова тряслась. — Нервы. С нервами шутки плохи, — произнес судья. Не всем доводилось видеть то, что видел я. Не надо об этом, папа, — воскликнула Мэри, злобно посмотрев на меня. — Я сорвался, — сказал судья отсутствующим голосом. Глядя в пространство, он пошевелил пальцами вытянутые руки, словно щупая воздух. — Я сорвался. Я полагаю, джентльмены, вам известно, что я был в подвале. Красные глаза Куэйла уставились на меня. Я кивнул. — Да, сэр. Вам, наверное, нечего нам сказать по этому поводу. — Самое странное, что я совершенно не помню, как я там оказался. Помню, как я вышел отсюда. Помню, как вошел в столовую, сел. Потом он поднес руку к колбу. Я оказался на лестнице в подвале. Я подумал, что если поработаю руками, он сжал и разжал кулаки. Мне станет лучше. Пилой, рубанком. Он вдруг стал приподниматься со стула. Мэри схватила его за плечо. — Неважно, — пропормотал он, садясь обратно. В подвале я щелкнул выключателем, но свет не зажегся. Мне даже не показалось это странным, джентльмены. Я отнесся к этому, как к чему-то, само собой разумеющемуся. Впереди я увидел огонек, то была свеча. Затем я обо что-то споткнулся и наклонился, чтобы... — Это вы кричали? — поспешно спросил я. Он наклонился вперед и стал водить руками над полом, словно мыл их в луже. На лбу его набухли вены. Он поднял голову. — Что вы? — А, не знаю. — Может быть, и я. Мои прежние теории рухнули, как песчаные замки. Он и в мыслях не держал, что его могут в чем-то подозревать. Он ни разу не попытался заявить о своей невиновности, как обязательно сделал бы человек, которого увидели с окоровавленными руками. Ему это просто не пришло в голову. Но тут я подумал, а что, если все эти ужасы случались в те моменты, когда в его сознании возникали пустоты, и он не отдавал себе отчетов своих действий? Я представил, как он тяжкой поступью идет по лестнице в подвал, как его худая фигура показывается в подвальной полутьме. — Когда же вы отправились туда, судья? — спросил я. — Перед тем, как мы с мистером Россетером видели вас в холле? — Наверное. Кажется, я пробыл там лишь мгновение. — И вы никого там не видели? — Боюсь, что я не помню. — Хотя у меня создалось впечатление, — сказал он, наморщив лоб, — что кто-то протиснулся мимо меня, когда я спускался. — Но я в этом не уверен. — А ты знаешь, что произошло, Мэри? — обратился я к его старшей дочери. Она кивнула. Вид у нее был жалкий, и страх, и злость, как ветром, сдуло. Она застыла, положив руку на плечо отца. — Ты слышала крик? — Да, еще бы. — Где ты была? — В буфетной. Чистила картошку. Я так испугалась, что не могла пошевелиться. — Дверь буфетной, — сказал я, — выходит на площадку, откуда ведет лестница в подвал. Ты должна была слышать крик особенно отчетливо. И ты не пошла взглянуть, что случилось? — Нет, я побоялась, и я не знала, что кричат в подвале. Она теребила подол резинового кухонного фартука, разглаживала и складывала его так, чтобы было слышно, как скрипит резина. Я просто сидела и все. Затем встала, положила картошку в раковину, но от волнения все рассыпала. — Долго ты пробыла там? — Минут двадцать. — Джефф, ты слышала, как кто-то спускался? — Да, в подвал прошел отец. Я знаю его походку. Но до него спустились еще двое. В волнении я шагнул к Мэри, но она попятилась. Я не видела их, Джефф. Один из них спустился задолго до папы, а второй сразу, перед тем, как он... Это была Клариса, я думаю. — Но ты никого не видела? — Нет. — А где была Джоанна? Чистилось серебро на заднем крыльце. Но она много раз входила и выходила из столовой. Может, она кого-то видела? Я взглянул на Россетера. Он смотрел в стол с каким-то туповато-пустым выражением. Он снова надел свою маску, и было ясно, что от него нечего ждать помощи. Когда он хотел, то говорил вполне разумно. Теперь же он словно извинялся за то, что присутствует при этом разговоре. — Мэри, — сказал я, — попроси сюда Джоанну. Но, отец, с ним все будет в порядке. Я прошу тебя. Передо мной стояла трудная задача. Судья Куэл опять уселся в кресло. Он сидел, не двигаясь, и лишь по громкому сопению можно было догадаться о его присутствии. Я подошел к нему и сказал. — У меня для вас новости. Могли бы вы меня выслушать? В его прищуренных глазах появился вопрос, хотя в целом он не проявил особого интереса. — Я в здравом рассудке и ясном сознании, мистер Марль, — ответил он, пытаясь быть резким. Но слова эти, похоже, ему же самому причинили боль. — Вернулся ваш сын. — Том. — Спокойней. Судья крепко вцепился в подлокотники. На несколько минут он окаменел, утратив дар речи. — Значит, вы ничего не имеете против? — спросил я. Медленно он перевел взгляд со стены на меня. В его глазах было страдание. — Нет, — сказал он. — Я даже рад. Но он снова закрыл глаза. Слова эти он произнес еле слышным шепотом, но напряжение вдруг оставило его тело, морщины словно разгладились, у него сделался вид человека, который после ночи кошмаров и ужасов получил возможность отдохнуть. Не открывая глаз, он спросил. — Я надеюсь, с ним все в порядке? — Он побывал в больнице, но теперь ему лучше. — Вот как? Его пальцы снова крепко сжали подлокотники. — Да, он писал нам об этом. Я рад был выслать ему необходимую сумму. Я без труда смог ее выделить. — Небольшая и жалкая ложь, судья Куэйл. — Деньги выслал Твилс, потому как у вас их не было. Вы сделали вид, что не одобряете этого, чтобы не признаваться, что у вас нет ни гроша. А сейчас вот постукиваете пальцами по ручке кресла. Теперь-то я понял, почему вы так отреагировали на мой стук в дверь вчера вечером. С тех пор, как Том ушел из дома, вы считали, что это вы его выгнали, а после того письма постоянно представляли, как ему худо одному, среди чужих людей, без денег, с подорванным здоровьем, как он думает, что вы его ненавидите. — А для вас это было уж слишком, судья. — Скоро он встанет на ноги, сэр, — сказал я. — У меня такое впечатление, что он хочет остаться дома. Старик кивнул, словно во сне. Мы пребывали в молчании до тех пор, пока дверь не отворилась и в библиотеку не вошла Джоанна и Джинни. Тогда судья вздрогнул, открыл глаза и стал озираться. Он по-прежнему сохранял бесстрастный вид, но, по-моему, не прочь был бы увидеть Тома. Джинни посмотрела на меня, словно желая спросить, — ты ему все рассказал? И я кивнул. Бледное лицо Джоанны маячило у дверей. — Мне надо поговорить с вами, Джоанна, — строго подражая сарженту сказал я. — Вы меня слышите? — Да. А что я сделала? Я ничего не сделала. — Мисс Куэлл говорит, что сегодня днем вычистили серебро на заднем крыльце. — Это так? Джоанна выпитила нижнюю губу и ответила. — Ну да, чистила. Я была тут весь день, никуда не уходила. Вы выходили в передний холл? — А? — Ну да, один раз. Мне показалось, кто-то стоит у парадных дверей. Я вышла, но это просто два человека уезжали. Детектив и с ним тот, другой. А в холле были вы, и я ушла. — Вы кого-нибудь видели у двери в подвал? — Ну да. Кто-то высунул оттуда голову. Вот так. Она показала. Я шагнул вперед, споткнувшись о ногу судьи. Все вокруг как-то сразу напряглись. В этой тишине мой вопрос прозвучал неестественно громко. — Кого-то, значит, вы видели? Кого же? — А? Кто это был? — А? — Вот кто, — сказала Джоанна, и показала на Джинни. Убийца Первым звуком, раздавшимся после этого признания, было раблезианское фырканье. Это Россетер выразил свое неудовольствие самым тихим образом, каким только мог. Он отошел от окна, вид у него был самый удрученный. — Я надеялся, что смогу в этом не участвовать, — начал он. — Но нет, все зашло слишком далеко. — Пожалуй, мне придется кое-что объяснить. Наморщив лопан, посмотрел на Джинни. — Ну так вот, юная идиотка, я радовался, что ты не навлекла на себя подозрений. Неужели ты и впрямь совершила такую глупость? Неужели ты подходила к этой лестнице? Джинни пристально взглянула на меня. Ее губы были плотно сжаты, а зеленые глаза смотрели, не моргая. — Подходила, — ясным голосом сказала она. — Джефф, это первое, что я утаила от тебя. И на этом споткнулась. — Тебя никто ни в чем не обвиняет, — сказал я, сражаясь с неприятным ощущением где-то в желудке. — Что же именно ты сделала? — Я не спускалась в подвал. Хочешь — верь, хочешь — не верь, но не спускалась. Я сказала, что пойду к Ларисе, и так и поступила. Я подумала, что она, возможно, отправилась в подвал за виски. Вот я и пошла по задней лестнице взглянуть. Но у начала лестницы я остановилась. Не знаю почему, но я не смогла заставить себя спуститься. В подвале было так темно, я стояла и боялась. Джинни сделала неопределенный жест и продолжила. Вот, собственно, и все. Я заглянула в передний холл, увидела, что саджент и Рит уходят. Тогда я поднялась по задней лестнице обратно к себе и сидела там, как я тебе уже говорила. — Но почему же ты не сказала об этом раньше? В глазах ее появилось лукавое выражение. Она кивнула на Россетера. — Вот причина. Я решила, что если я не увязла в этой самой грязи, то для нас все складывается хорошо. Наверное, это ужасно с моей стороны так говорить. Но мне все равно. Я говорю то, что думала тогда, и ничего не приукрашиваю. Так вот, мне совсем не хотелось попадать под подозрения, раз до поры до времени все шло гладко. Это так неприятно, когда тебя подозревают в разных ужасных вещах, ты понимаешь? — Я успел понять, — мрачно заметил Россетер, — что виноватыми себя чувствуют, как правило, те, кто невиновен. Они считают, что остальные следят за ними. В общем, с твоей стороны, это было очень неразумно, милая. Ты ничего не видела и не слышала? Я имею в виду в подвале. — Кажется, слышала, — призналась Джинни. — Что же? — Какое-то хихиканье. Вот это-то меня и напугало. Этот смех. Она уже с трудом сдерживала себя. Ее начала колотить дрожь, и вот-вот могла начаться истерика. — Получается, — поспешно сказала она, — что все это шутка. Страшная, бессмысленная шутка. Судья Куэйл застыл в кресле. Не открывая глаз, он поднял руку. Он походил на старого актера, которого слепят огни рампы. Словно против собственной воли он заговорил двумя голосами. — Вы знаете содержание? В нем нет ничего предосудительного. — Нет-нет, все это в шутку. Отравление в шутку, ровно ничего предосудительного. Вильям Шекспир, Гамлет, акт третий, сцена вторая. Перевод Пастернака Подавшись вперед, Россетр стугнул по столу кулаком. При всей своей кротости он, наконец, рассердился. — Слушайте, — сказал он, — пора это прекратить. И это сделаю я, иначе мы все сойдем с ума. Вы говорите о шутках? Так вот, я покажу вам, в чем заключалась шутка. Самое любопытное то, что все началось именно как шутка. Джинни обернулась к нему и яростно закричала. — Если ты опять принимаешься за свои глупости, то я тебя просто убью, честное слово. — Пойди на кухню, — приказал Россетр Джоанне, — и попроси того человека зайти к нам. Он возвышался над остальными, как башня, не весть как оказавшаяся в комнате. Несмотря на свое природное добродушие, Россетр был в ярости. Вид у него сделался такой грозный, что Джоанна без лишних слов выскочила из комнаты. — Может быть, ты скажешь, что нужен шут, чтобы разоблачить шута? — медленно сказал он Джинни. — Может быть. Но всему виной твой братец Том. Судья Куэлл метнул на него огненный взгляд. — Я не говорю, что он причастен к убийствам, но белая мраморная рука — это его изобретение. Мэри пронзительно вскрикнула. Россетр нахмурился. Он подошел к ней и потряс, схватив за плечи. Он хотел сделать это слегка, но получилось так впечатляюще, что у Мэри лязгнули зубы. — Замолчите! — сказал он ей. — Я хочу, чтобы все вы замолчали. Сядьте вон туда! Он показал на кресло и слегка подтолкнул Мэри, отчего она рухнула на сиденье. И тут в комнату вошел Том. Бледный, темноволосый, с заострившимся лицом, в яркой, но потрепанной одежде, то ли гангстер, то ли Джон Уилкс Бут, то ли Франсуа Вийон. Он быстро моргал глазами. — Вот твой отец, — сказал Россетр, показывая на судью. — Подойди к нему и попроси прощения за то, что ты сделал в ночь, когда он выгнал тебя из дома. — Я болен, — срывающимся голосом отозвался Том и провел перед собой рукой так, словно отталкивал кого-то. — Мне плохо. Оставьте меня в покое. Я могу поговорить со своим отцом и без вашего принуждения. Россетр взял его за воротник. В ту ночь был сильный снегопад. — Джинни мне рассказывала. В такую погоду не пройти двух миль до города. Кроме того, ты и в хорошую погоду не любил далеко ходить, но ты хотел обставить все, как в театре. Похоже, ты провел ночь в калетном сарае. Том испустил вопль, когда Россетр поднял его, словно куклу, за шиворот, пронес через комнату, поставил перед отцом и обратился к судье. — Послушайте, сэр, я не знаю, почему вы так боялись руки, которую отломили у статуи, но ваш сын помнил об этом. Увы, характер у него скверный и мстительный, и он любит истории о привидениях, или, по крайней мере, любил. Он вообще словно дитя. Я знаю, я сам такой. И пока он лежал там в сарае и оплакивал свою горькую участь, ему пришел в голову план хорошенько проучить вас напоследок. Судья Койл сидел с прямой спиной и безучастным взглядом. Том, попискивая, все еще висел в воздухе. Наконец, Россетр отпустил его. Том сполз на ковер и так и остался там сидеть. Вид у него был жалкий, нелепый и смехотворный. — Знаете ли, сэр, — обратился Россетр к судье с доверительной улыбкой, — я ведь вообще-то чародей, экзорцист. Смотрите, как я изгоняю дьявола. Взял и бросил его на ковер. Правда, он смешон? — А ведь он держал вас в страхе несколько лет. Он широко ухмыльнулся и продолжал. — Он такой же, как и все черти, сэр. Когда поймаешь его за шиворот и вытащишь на свет, он приобретает глупый вид. Но когда он сидит внутри вас, то кажется очень грозным. — Вы хотите сказать, — начал было судья, — что это... Это, конечно, только гипотеза, — отозвался Россетр. Но, похоже, он обошел дом кругом и заглянул в окно. Он ткнул пальцем в окно, через которое сам проник в библиотеку. Джинни сказала, что позже взошла луна, а вы спали на диване. Тут он вас и увидел. Я сам решил проверить это и весьма напугал мистера Марли и окружного детектива. Ну, а темной ночью все это выглядело еще внушительнее, особенно когда он смастерил из чулка перчатку и покрасил ее белилами. Если еще тут где-то стоял стол, то с дивана могло показаться, что рука бежит по столу. Россетр говорил и говорил, ласково улыбаясь, словно растолковывал ребенка, что именно так напугало его в потемках. Остальные молчали. Сцена была в полном распоряжении Россетра, и он получал от этого огромное удовольствие. Тут его осенила новая мысль, и он виноват и обратился ко мне. Ну, а вы, мистер Марль, наверное, решили, что я совсем спятил, когда застали меня в каретном сарае. Я, в общем-то, примерно понимал, что могло произойти, но кое-какие детали были мне непонятны. Я сказал, что расследуя одно дело, и вы спросили, какое именно. Я ответил, что не знаю и не соврал. Но я нашел ведерко с белилами, а также старый чулок и попону, в которую он, возможно, завернулся, чтобы согреться. И я сказал, что все зависит от снегопада, что тоже было верно. А еще Джинни рассказывала, что вы в детстве играли в сарае, и... Том попытался встать, но Россетер схватил его за шиворот и усадил обратно. Джинни начала истерически хохотать. — В таком случае, — с трудом проговорил я, — это было единственное появление белой мраморной руки? — Если что, меня и ставило в тупик, — говорил между тем Россетер, опять взъерошив свои волосы и добродушно улыбаясь судье. — Так это почему вы, сэр, так боялись этой самой белой мраморной руки? Я знал об этом, потому что сей актер, сидящий сейчас на полу, упомянул ее в ту ночь, когда его выставили из дома. Не знаю, почему она внушала вам такой страх, но, думаю, в ваших же интересах рассказать. Но судья по-прежнему никак не мог сосредоточиться. Он сидел с таким видом, словно свет люстры слепил его. — Мой сын, — с трудом проговорил он. — Это сделал мой сын? — Дайте мне встать, — захныкал Том, ерзая на ковре. Россетер отошел. — Не понимаю, почему вы подняли вокруг этого такой шум? — стонал Том. — Ну, я. Ну и что? Я уже давно забыл об этом. Я думал, вы скажете что-нибудь действительно важное. Он переводил взгляд с одного присутствующего на другого, но сочувствия не увидел и побленел еще больше. — Что тут такого? — закричал он. — Подумаешь, ерунда. Это было давно. Это была шутка. — Ладно, — сказал судья. — Ладно. Том стал одновременно с судьей. Тот стоял и смотрел на Тома странным взглядом. Потом он протянул руку и похлопал его по спине. — Значит, все остальное было, — начал он. — Я понимаю, что такое мания, — сказал Россетер. Я понимаю, что она творит с человеком, как превращает знакомые вещи в то, чего боишься больше всего. — А вы, сэр, да будет мне позволено сказать? — судья Куэлл выпрямился и сказал ровным глухим голосом. — Я ничего не могу объяснить. Он стеснул кулаки и стал озираться. — Что вы на меня таращитесь? Вы хотели бы, чтобы я умер. Но я не доставлю вам такого удовольствия. Убирайтесь! Убирайтесь все! А резко обернувшись, он задел ногой пузатую бутылку, из которой недавно Том пил бренди и которая лежала сейчас на полу. Она покатилась по ковру, оставляя за собой мокрый след, а судья удивленно смотрел на нее, словно пытаясь понять, откуда она взялась. Россетер внезапно сделался каким-то усталым. Он посмотрел на Тома, который отступил поближе к Джинни. — Хорошо, сэр, — произнес англичанин. — Хорошо. Мы уходим. Но я вас предупреждаю. — Благодарю вас, юноша. Но боюсь мне ни к чему ваши советы, — сказал судья, сжимая кулаки. — У меня все в порядке с нервами. Но если ваша шайка не оставит... Руки его дрожали. Мэри двинулась к нему, чтобы успокоить, но он оттолкнул ее. Я мог представить себе сцену, каких уже было немало в этом смазбродном доме, и не хотел быть ее свидетелем. Мы с Россетером попросили сестер удалиться. Тома в библиотеке уже не было. В холле было темно, и Том тыкался в стены, словно летучая мышь. Он, похоже, пытался найти выход. Силы его были явно на исходе. Ему следовало сейчас же лечь. Тепло и уют дома уже пошли ему на пользу, и синева на лице исчезла. Но Джинни и Мэри свирепо смотрели на него. Он ответил взглядом, в котором презрение сочеталось с жалостью к себе. — Мы хотим поговорить с тобой, — сказала Джинни, беря его за руку. — Вы не имеете права выгонять меня. Я отсюда никуда не уйду. Он сказал, что все в порядке. Он сказал, чтобы я остался. Отстаньте от меня. Мэри рыдала в голос то ли от ярости, то ли от облегчения, то ли от слабости, то ли от всего вместе. Упершись лбом в стену, она колотила по ней кулаками. Россетер пытался ее успокоить. Джинни сухо улыбнулась Тому. — Пойдем, малыш, — сказала она. — Пойдем в гостиную. Там спокойнее. Самым хладнокровным среди нас был Россетер. Чтобы женщины не шумели на весь дом, он быстро припроводил нас в гостиную и зажег газовые светильники матового стекла. Комната на сей раз показалась мне особенно похожей на морг. Том озирался по сторонам, словно искал, где бы спрятаться. Потом разрыдался. Какое-то время мы молчали. В окно ударил очередной порыв ветра. Джинни сказала. — Ты виноват в том, что дом превратился в настоящий ад. Она сложила руки на груди и продолжала. — Так что теперь будь добр, расскажи все, как было. — О чем рассказывать-то? — Почему ты это сделал? — Почему так испугался папа? Рыдания Тома вдруг перешли в истерический смех. Он вытянул вперед дрожащие руки ладонями вверх. В голубоватом газовом свете он выглядел больным, бледным и нелепым. Его руки казались такими же холодными, как белые статуи у стен. Его била знов. — Самое невероятное, — прошептал он, — что никакой причины нет. Отец так устроен, что должен чего-то страшиться. И он угробил себя, размышляя над тем, что сделал еще в детстве. — Если ты не расскажешь нам правду, я рассказываю правду. — Так уж он устроен. В нем живет дикий страх. Ничего, кроме страха. Ему удается прятать это от большинства окружающих, но я-то знаю. — Чего же он боится? — спросила Джинни. — Да чего угодно. Боже, ты не понимаешь, о чем я. Ему обязательно нужно о чем-то беспокоиться. Только он не желает в этом признаться. Его может вывести из себя любой пустяк, чья-то речь, решение, даже случайно услышанное на улице слово. Он страшный невротик, прямо как старушка, только мало кто про это знает. Вот в чем смех. И Том опять истерически захохотал. Джинни ринулась к нему, готовая впиться в него ногтями, но Русатер оказался на чеку. Мы все тяжело дышали. У Тома сделался отсутствующий вид. Так уж его воспитали. Он, конечно, мог бы исправить положение, если бы не пытался это скрыть. Но он, вот что самое нелепое, считал эти страхи проявлением слабости, недостойной мужчины. Поэтому он не говорил об этом. Он считал, что маленькие злые тролли в сознании удел женщин. И эти тролли его и съели. — Том Куэйл, — воскликнула Мэри, — если ты сейчас же не прекратишь хлеветать, это не клевета, а правда. Так воспитали его родители. — Спокойно, — сказал Русатер. Том в страхе поглядел на англичанина, но тут продолжал. Пожалуй, он говорит правду. Я знаю этот тип людей. У меня у самого есть отец. У него сделался вдруг удрученный вид. Том тяжело дышал и облизывал пересохшие губы, на которых запеклась кровь. — Когда он был маленьким, он отломал руку у статуи Каллигулы, — сипло заговорил Том. — Вот, собственно, и все. Смешно, да? И у него была нянька, шотландская нянька. — Да, — кивнул Русатер. — Миссис Куэйл рассказывал мне об этом. — Послушайте, — вдруг яростно произнес он, поворачиваясь к нам, — чего только не написано о том, как людям не дают покоя совершенные ими преступления, о том, как их мучает совесть. Вы-то, небось, думали, что за всем этим кроется страшная вина, человек, которого он убил или неправедно осудил. Но все проще и ужасней. Я успел убедиться, что тот, у кого хватает сил совершить какое-нибудь серьезное преступление, впоследствии редко мучается угрызениями совести. Больше всего человеку докучают страхи, ни на чем не основанные. Маленькие страхи, которые растут, растут и, наконец, заполняют собой все. Такие люди боятся любой тени. За каждым кустом они видят свои страхи. А причина может быть любой — деньги, ревность или просто фантомы. — Ну, а что было в этом случае? — осведомилась Джинни, гнев которой уже угас. Она смотрела на Россетра с новым любопытством. — Он потерял свое состояние, — произнес тот, глядя в пол. Семья стала выходить из-под контроля. Всю свою жизнь он был невротиком, и его страхи начали добивать его. Не могу сказать наверняка, но, скорее всего, то, что смутно беспокоило его всю жизнь, вдруг всплыло в сознании. Он смеялся над этим, но над дьяволами лучше не смеяться. Слишком разительным получается контраст. — Значит, он отломал руку у этой статуи. — А ты сообразительный, — сказал Том. — Очень даже сообразительный. — Нянька умерла, когда я еще не родилась, — сказала Джинни. — Но я о ней слышала. Она была помешана на адском пламени. Они говорили медленно, с какой-то ужасной беспристрастностью. Мэри, несмотря на свое возбуждение, молчала. Том, поняв, что никто не собирается осыпать его упреками, расхрабрился. — Нянька держала его под башмаком, пока он не начал ходить в школу, — говорил Том. — Мне рассказывал об этом старик Марлоу. Он рос вместе с отцом. Она его нянчила, что верно, то верно, но буквально напичкала его кошмарами. Я это понял. Я видел, как он реагирует на страшные истории, которые я одно время любил рассказывать. Теперь-то я понимаю, откуда у меня любовь ко всему ужасному, — добавил он. Отец не юрист, он актер, как я. Поэтому вот он всегда выделял меня из остальных и, конечно же, примет назад в дом. Он посмотрел на нас с каким-то слабым ликованием во взоре. Как-то раз я понял, что пугает его больше всего. Я рассказывал историю под названием «Зверь с пятью пальцами» в его присутствии. Он побледнел, покрылся испариной. Я потом спросил его, в чем дело, и он мне рассказал. Том повел плечами. Мы сидели в гостиной с розовыми занавесками, но я видел перед собой портрет Джейн МакГрегор в библиотеке. — Он тогда был еще совсем маленьким, — спокойно проговорил Том. Как-то он разбушевался и отрубил топориком руку статуи. — Отрубил топориком? — невольно выпалил я. Том кивнул головой и громко шмыгнул носом, вытерев его рукавом. А она сказала, что рано или поздно этот топор вернется ночью и ударит его самого. — Но послушайте, — воскликнула Джинни, — это ведь случилось давным-давно. Он вспомнил об этом всерьез, лишь когда его начали беспокоить бесы, — сказал Росатер. Но этот образ всегда был в его мозгу. Нянька позаботилась. — А когда он потерял деньги, когда начала разрушаться семья, когда он пристрастился к Морфию, — это было так давно? — не утерпел я. — Да полно вам! — недовольно буртнул Росатер, переминаясь с ноги на ногу. — Мне совсем не хочется говорить на эту тему, но вы, наверное, и сами знаете. Когда человек начинает проявлять интерес к Морфию, он не делает инъекций. Он принимает его внутрь, глотает, как таблетки, чтобы успокоиться. — Инъекции начинаются лишь тогда... — Ну-ну, — торопил я его. — Лишь когда все прочие способы приема утрачивают действенность. — Послушайте, — воскликнул Росатер. — Это ведь все мои предположения. Я не пытаюсь никого оскорбить. Мне просто кажется, что он начал принимать Морфий, когда потерял состояние, и когда стародавние страхи начали вновь в нем копошиться. Затем эта ссора с Томом. Она стала последней каплей. Вспомните его поведение за эти годы. Вы сами согласитесь, что это единственное объяснение, которое сочетается с фактами «Ветер завывал за окнами все сильнее». Росатер сделал несколько шагов по ярко освещенной комнате, опустив голову. — Напрасно я впутался во все это, — пробормотал он. После долгой напряженной паузы Джинни спросила странным голосом. — Значит, белая рука появилась лишь один раз в ту самую ночь? — Да, остальное — плод воображения и Морфина. — Но Мэри, кажется, видела... — Ничего я не видела, — глухо сказала Мэри. Все повернулись в ее сторону. — Я просто это придумала, — продолжала она. Я была такая устала, измученная. А о Джеффе рассказывали, что он занимался детективными расследованиями, и я испугалась, что и к нам он приехал, чтобы расследовать. Я решила, что отец послал за тобой, и я испугалась скандала. Я вспомнил ее перепуганное лицо в холле, когда она впускала меня в дом. Она сделала умоляющий жест. Джинни пристально смотрела то на нее, то на меня. — В таком случае, — воскликнула Джинни, — эти убийства не имеют ничего общего с рукой? — Боюсь, что нет. — Но какой же мотив? Росетер повернулся к Джинни. Лицо его было очень бледным. — Извольте. — Скажу, — пробормотал он. — Этот мотив — деньги. В уголке моего сознания вдруг закопошилось страшное подозрение. Сперва оно было расплывчатым, затем начали проступать детали, контуры, как у лица за шторой. Джинни сделала шаг назад, приложила руку к колбу, и в страшной тишине гулко прозвучал ее вопрос. — А где Мэтт? Мэри вскрикнула. Росетер тяжелый поступью двинулся вперед, отчего шары светильников зазвенели. В ярко освещенной белой гостиной черная пианино вдруг очень напомнила мне лакированный гроб, а вся эта комната — отделение морга. Тут мы услышали приглушенный крик, похожий на зов. Казалось, он приближается, словно неясный силуэт путника на дороге в сумерках. Росетер ринулся к двери, распахнул ее, мы выскочили в холл. На верхней площадке лестницы мы увидели фигуру в белом, то была медсестра Миссис Хэррис. Она взывала к нам, стараясь не закричать от ужаса, но страх пропитывал каждое ее слово. Белая рука держалась за перила, и я еще раз вспомнил страшное пугало. — Пожалуйста, поднимитесь, — умоляла медсестра. — Миссис Куэйл пошла в ванную, и я не могу до нее докричаться, надо, наверное, взломать дверь. Белые пальцы дрожали. Миссис Хэррис тоже вдоволь натерпелась за эти сутки. Какое-то мгновение Росетер стоял неподвижно. Его огромная, словно у древнего скандинавского воина, тень протянулась через весь холл. Затем он крикнул. — Убийца бродит по дому! Грохот, потом крик. Я резко обернулся, чувствуя, что схожу с ума, ибо на сей раз эти звуки донеслись из библиотеки. Росетер рванулся туда так, словно собирался вышибить дверь плечом. Он распахнул ее, ворвался в комнату, я за ним. Горел лишь один рожок, озаряя сумерки мерцающим желтым светом. У стола стоял судья Куэйл. Лицо его было в крови. Он взглянул на нас, не очень соображая, что происходит, потом его лицо обогрелось новым потоком крови, и он рухнул на пол. Впрочем, до этого он успел показать рукой в сторону статуи Каллигулы. Что-то за ней зашевелилось. Кто-то там прятался. Уверенными шагами Росетер приблизился к статуе и отдвинулся за ним, ступая по осколкам бутылки из-под бренди, которая и была использована убийцей, как смертельное оружие. Убийца был в этой комнате и прятался за Каллигулой. Росетер наклонился и стал шарить рукой в потемках. — Лучше выходите, миссис Куэйл, — сказал он. — Ваша работа окончена. Эпилог Часы умолкли Часы пробили восемь и умолкли. Вскоре умолкло и эхо на тихих венских улицах. А в моей голове вихрем проносились зловещие образы из книги, которую я написал и которая теперь лежала под рукой Росетера. — Например, — говорил Росетер, глубоко затягиваясь сигаретой, — когда вы пишете, что судья мог отравить себя гиаскином, чтобы отвести подозрения от своей личности, это выглядит очень сомнительно. Гиаскин действует почти мгновенно, просто безумие проглотить гиаскин и надеяться, что кто-то успеет заметить это и принять все необходимые для спасения меры. Кроме того, маловероятно, что он отравил бы сифон и подверг бы опасности жизнь невинного гостя, то есть вас, если бы вы приняли его предложение и налили себе содовой. Даже если бы им не двигали соображение морального порядка, ему все равно нужен был бы посторонний, который вовремя позвал бы на помощь и спас его от добровольно принятого яда. — Но, с другой стороны, — продолжал он, — вполне правдоподобно, что женщина принимает мышьяк, чтобы отвести от себя подозрения. Этот яд действует относительно медленно, и симптомы отравления весьма очевидны. Поскольку Твилс постоянно следил за ее состоянием, она почти не рисковала. Но она не хотела рисковать вообще, это и навело меня на первые подозрения. Она сразу сообщила Твилсу, что отравлена. Это выглядело не совсем естественно. Он отпил кюмеля и продолжал. — Я знал, что она страдала от периферического неврита. Об этом чуть позже, а пока сравним мышьяк и геоскин. Я, может, и не маг-кудесник, но поглядите на все это с точки зрения отравителя. Если у вас есть шесть гранов такого быстрого и трудноразличимого яда, как геоскин, то зачем связываться с мышьяком? Геоскин несравненно удобнее. Мы знаем, что убийце стало известно об этом из подслушного разговора между Твилсом и судьей. Твилс сказал, что мышьяк наиболее болезненный, но наименее опасный из известных сильных ядов. Тогда с какой же стати убийце пользоваться им, если он хочет убить кого-то? Зачем применять мышьяк? Кроме того, есть ли в его распоряжении достаточное количество геоскина, чтобы отправить на тот свет всех обитателей этого дома? Стоит ли идти на риск и похищать банку с мышьяком, который хранится в буфетной у кухни, где всегда кто-нибудь есть? Росатер провел руками по мраморному столику, на который падали полосы света. Я не видел его лица, но мне казалось, что между бровями у него пролегла морщинка. Кроме того, зачем проявлять такую непоследовательность и давать двоим людям геоскин, а третьему мышьяк? Геоскин был подмешан еще до того, как был принят мышьяк, так что дело не в том, что мышьяк оказался менее эффективным. Кроме того, как раз геоскин в случае с судьей Куэллом не возымел желаемого действия. — Я замечал, — продолжал Росатер, — что отравитель обычно пользуется одним и тем же ядом, независимо от того, скольких человек он вознамерился отравить, и какие другие яды имеются в его распоряжении. Обратите внимание на список. Букинен, Армстронг, Хох, Луиза Вермилья, Буэрос, Уэйт, Берта Гиффорд, Миссис Арчер — все они совершили несколько убийств, и все с помощью одного яда. — Откуда, черт побери, не утерпел я? У вас вся эта информация. — А, это один тип из Скотланд-Ярда мне много рассказывал. Я ведь не такой уж осел. Так что с самого начала мне это показалось подозрительным. Но погодите. Прежде чем обсуждать мотив, давайте взглянем на дело с другой точки зрения. Миссис Куэйл была страшная женщина, дьявольски страшная. Возможно, у нее была склонность к некрофилии. Можете прочитать по этому вопросу Крафта Эббинга. Я лично предпочитаю Касторку, но порой он способен многое прояснить. Под некрофилом я имею в виду человека, которого возбуждает зрелище смерти — покойника. Некрофилы обожают ходить за тяжелобольными, любят обрежать покойников для похорон. Короче, их приводит в экстаз все то, что у нормальных людей вызывает отвращение. Кое-кто из знаменитых отравительниц вполне мог быть причислен к этой категории. Например, Вермилья и Берта Гиффорд, а также веселая женщина, которую звали Ангелом Алингини. Это расстройство нервной системы или желез внутренней секреции. В случае мисс Куэйл свою роль сыграли ее неврит, меланхолия, депрессии, нелюбовь к мужу, а также истории Джейн МакГрегор. Вы, наверное, заметили, что ее мысли были очень часто связаны со смертью. У вас, кстати, об этом написано. Даже ее сны связаны с этой темой. Впрочем, сны — весьма зыбкая почва для умозаключений. Когда ее муж выгнал Тома из дому, она пыталась отравиться. В разговоре с вами она делала вид, что боится умереть, но это было лишь спритворство, и я надеюсь сейчас вам это доказать. Кто еще мог так люто ненавидеть судью? Вы знали, что она не могла простить ему обращение с Томом. Это было началом ее болезни. И болезнь прогрессировала. Миссис Куэйл не могла думать ни о ком, кроме Тома. Болезнь и нарастающие безумия и привели ее к роковой черте. Кончилось с тем, что она решилась отравить мужа. Господи, но это же так очевидно. Росетер взял желтый томик Гейны с карандашными записями на форзице, помахал книгой перед моим лицом и сердито продолжил. Как иначе объяснить эти слова? Может ли личность произвести такое впечатление? Разумеется, речь могла идти только о Томе, это же просто. Но вы так все усложнили, что элементарная истина исчезла за наслоениями. Твилс. То ли он видел, как она украла из его кабинета геоскин, то ли у него были серьезные подозрения на этот счет. Поэтому, когда судья упал, Твилс сразу сообразил, что это за яд. Он дал маху в другом. Он упустил из виду, что она могла подсыпать геоскин ему в бром. Она успела это сделать. Он же полагал, что из-за мышьяка день-другой она будет не в форме, и у него достаточно времени, чтобы решить, как действовать. Он не был уверен, что это она. Вспомните его первый вопрос в книге. Он до конца в это не верил. Но она почти одновременно отравила и бром, и содовую всифонию. Когда это случилось? Когда все остальные обедали. Господи, у нее же было полчаса полной свободы без опасения быть замеченной. Твилс был обречен. Она не имела ничего лично против него, но он начал догадываться, и, похоже, довольно прозрачно намекнул ей об этом, когда посещал ее. Видимо, он надеялся, что она придет и добровольно отдаст яд, когда все улягутся спать. Потому-то он и не спал. Вы об этом упоминаете. Но она, конечно, не собиралась делать ничего подобного. Но все-таки как насчет мотива? Это же не может быть только месть. Вы сами говорили про деньги. Росетер откинулся на спинку стула. Он закурил новую сигарету, и огонек спички высветил его ироническую и в то же время смущенную улыбку. — Да, — сказал он. Это выдавало ее с головой. Как раз это и указывало именно на нее. — Деньги. Вы все почему-то решили, что речь идет о деньгах Твилса, о завещании Твилса и так далее. Черт возьми, я пытался переубедить вас. Вы даже записали, что я вам говорил. Но вы упрямо пытались втянуть в это Твилса. Его имя возникает исключительно потому, что он заподозрил миссис Куэйл. Речь идет не о его деньгах, а о том, чтобы деньги судьи достались изгнанному из отчего дома Тому. — Но у судьи не было денег, — удивленно произнес я. — Он потерял свое состояние? — Правильно. Но миссис Куэйл была единственным человеком в доме, кто не знал об этом. На улице один за другим загорались фонари. Официанты зажигали газовые лампы, скрипачи настраивали инструменты. Росетер в своей шляпе на бекрень напоминал смущенного домового. Он стал сворачивать очередную гигантскую сигарету. — Прошу прощения, — сказал он, — но я пытался обратить ваше внимание на этот факт. Клариса тоже сделала на этом упор. Из всех членов семейства лишь миссис Куэйл не знала, что судья на мели. Потому-то твился и написал, что это было — надежда разбогатеть или болезнь. Она видела, что судья не собирается смягчаться, а потому, когда пришло отчаянное письмо Тому с просьбой денег, она его всеспятила. Она представляла больного, несчастного мальчика, и сердце ее разрывалось. Поэтому она совершила покушение на убийство. Она уничтожила завещание судьи, ибо опасалась, что в нем оговаривается лишение Тома наследства. В случае кончины судьи и отсутствия завещания, она осталась бы единственной наследницей и могла одарить Тома из судейских богатств. Не буду комментировать ее опрометчивый шаг, но все ее старания были тщетны с самого начала. — Значит, она уничтожила завещание? — Этого мы не узнаем никогда. Во всяком случае, она искала его повсюду. Открыв ящик стола, она обнаружила рукопись. Она ненавидела судью так сильно, что сожгла ее. Возможно, она просто вымещала свою злость, вызванную неудачей в поисках завещания. Может, она решила, что это самое дорогое, что осталось у судьи, или что рукопись вытеснила из его сердца любовь к Тому. Возможно, и то, и другое. Но это была хорошая улика. Из всех членов семьи лишь она ненавидела его настолько, чтобы сжечь его рукопись. Может, она сожгла и завещание. Твилс и сам не знал точно, что именно произошло, как вы прекрасно помните. — Вы придумали фантастическую теорию о том, что судья вынашивал коварные планы против Твилса и его денег. Извините, но это же куром на смех. Твилс не думал о новом покушении на себя, когда задавал вопрос, что это было, надежда разбогатеть или болезнь. — Обратите внимание на слово «было». Он имел в виду покушение на судью, то, что уже произошло. В общем, вы не обратили внимания на эту улику. Кто еще мог попытаться отравить судью Куэйла из-за денег, если не единственное лицо в доме, не подозревающее о том, что он разорен? — Надо дать записям из книги Гейна самое простое истолкование, и тогда вы найдете правильный ответ. Он взывает к вам, выпьет. Недаром я сказал, все выглядит скверно для судьи. Он был целью ее посягательств. Она была твердо намерена убить его. Росетер замялся и продолжил. — Ну, а убила Клариссу. — Клариссу убили, — перебил я, — когда миссис Куэйл находилась в постели и рядом дежурила медсестра. — Росетер хмыкнул и снова постучал по рукописи. — Объяснение содержится вот тут, только вы его тогда не поняли. Я тоже разобрался лишь тогда, когда прочитал вашу книгу. Если бы я был с Ридом, саджентом и вами, когда допрашивали старую даму, возможно, я сумел бы предотвратить гибель Клариссы. Но я свалял дурака и остался внизу. Из ваших записей видно, что миссис Куэйл вела себя совершенно последовательно. Она не знала, что судья остался жив, и только вы ей это сообщили. Она-то считала, что выполнила свою задачу. Никто не говорил ей об этом, а сама она спрашивать не смела. Затем Рид сказал, и это у вас записано. Росетер стал листать страницы, что кто-то пытался отравить судью, но он остался жив. Это чуть не доконало ее. Вы сами пишете, что она ответила. Пытался отравить? Вы говорите, кто-то пытался? Это почти что признание. Она, разумеется, постаралась такчас же загладить свой промах и перешла на излюбленную тему смерти. Смотрите, что творилось в ее голове. Первое, что пришло ей на ум после этого — Том. Она подвела Тома. Она не сделала того, что обязана была сделать. Она начинает бормотать что-то маловразумительное, и вы уходите. До этого, кстати, она попробовала сбить вас со следа, рассказав невероятную историю о том, что кто-то из девочек украдкой проник в ее комнату и не отозвался, когда она окликнула. Почему невероятную? Скоро поймете. Это вполне сочетается с тем, что она совершенно не боялась покушения, как бы не уверяла в обратном. — Старуха, да будет вам известно, была никудышной лгунией. Я это сразу понял, потому что я и сам такой. Он печально помотал головой. — Потому-то я и попадаю в разные переделки. Никак не могу соврать убедительно. Приходится, стало быть, молчать, а это заставляет кое-кого думать, что я немного не в себе. Ну, а что касается миссис Куэйл, то она пыталась бросить тень подозрения на Мэри. Она недолюбливала Мэри, потому что та всегда была очень уж непреклонная по отношению к тому. Кроме того, у Мэри, по мнению миссис Куэйл, были самые благоприятные возможности совершить преступление, и потому именно о ней Старуха подумала в первую очередь. Случались моменты, признался я, когда и мне казалось, что Мэри в этом замешана, если бы не ее очевидная и огромная любовь к отцу. — Ну да, — кевнул Россетер. — Итак, миссис Куэйл поведала вам свою историю. Сказала, что боится отравления. Ей приносит обед, она говорит, что слышала подозрительный шум в комнате. Появляется некто, не отзывается на ее оклик и явно вынашивает коварные замыслы. Почти сразу же после этого Мэри обращает ее внимание на гренки и предлагает матери съесть их. Господи, да если бы она и впрямь боялась, что ее отравят, то в жизни бы не дотронулась до еды. А если бы ей действительно показалось, что в ее комнате кто-то есть, разве бы она не подняла тревогу и не переполошила бы весь дом? Увы, в ее истории одно решительно не сочетается с другим. Так что она сама отравила свою пищу. А на следующий день к ней заявляетесь вы и рушите ее мир, сообщая, что судья жив. Обратите внимание, она сразу же потеряла интерес к своему загадочному посетителю и больше о нем не упоминала. Она стала вынашивать новые планы рассчитаться с судьей. Она спрятала яд в подвале, потому как была уверена, что больше он ей не понадобится. Но теперь он ей снова нужен. Надо его достать. Как? Но медсестра вам сказала, что сейчас даст мисс Куэйл снотворное, а потом и сама ляжет поспать. Медсестра провела бессонную ночь, устала, а значит и сон ее должен был быть крепок. Нетрудно взять в руку таблетку, сделать вид, что принимаешь ее, но так и оставить в ладони. Я сам неплохой фокусник-любитель, сказал Россетер. И я это знаю. Теперь появилось нечто новое. Она пребывает в полном отчаянии, на грани безумия. Самоконтроль в плачевном состоянии. Ей потребовалось немало сил, чтобы решиться на отравление, а теперь надо начинать все сначала. Но она доведет дело до конца. Вот эта решительность в слабой, хрупкой женщине и ужасает больше всего. Итак, медсестра заснула, а она тихонько выскользнула из комнаты и стала спускаться по задней лестнице. Возможно, Клариса застала ее в подвале с мушьяком и гиаскином. Клариса была пьяна и могла завизжать от страха, но достойная старая дама была готова на все. Сигарета Россетера дымила вовсю. Столики в кафе были уже протерты, полы подметены и политы излейки, а лампы зажжены. Оркестранты все еще настраивали свои инструменты. Улицы наполнялись шумом, смехом, топотом. Среди деревьев мелькали белые платья женщин. Мой собеседник рассеянно смотрел в свой стакан. — Ну, а как писатель, — снова заговорил он, — вы не можете не оценить по достоинству дальнейшую фабулу. Сын, ради которого она пошла на все это, вернулся и смотрел в подвальное окно. Он только не знал, что это она. Теперь она была уже в тисках безумия. Ей было наплевать на все. Она дала полный вперед и ринулась уничтожать. Ранее она прятала свои истинные намерения, проявляя, как ей казалось, немалую изобретательность, но теперь это было лишним. Она кое-как вернулась назад к себе, хотя на лестнице столкнулась с судьей. Происходящее подняла на ноги весь дом, проснулась медсестра. Похоже, и миссис Койл сама была в крови, но скрыла это, спрятавшись под одеялом. Чтобы совершить новое покушение на судью, она вошла в ванную и заперла дверь, прошла через другую дверь в комнату судьи и спустилась вниз. Медсестра этого не заметила. Миссис Койл, похоже, набросила что-то поверх халата, чтобы скрыть следы крови. Я передернул плечами, а Россетер был мрачен. Прошу прощения, старина, но вы сами вынудили меня рассказать все кровавые подробности. Когда за статуей я обнаружил ее труп, она была в крови. Напряжение, похоже, оказалось для нее слишком велико, и сердце не выдержало. Впрочем, для нее это был лучший выход. Ну, а поскольку судья не умер даже после того, как она ударила его бутылкой по голове, она бы решилась и на третью попытку. Замявшись, он сказал, «Послушайте, я давно уже не вспоминал это, и теперь несколько разнервничался. Я делал все, чтобы отвлекать от подобных мыслей Джинни. Скоро мы вернемся в отель, вы увидите ее, и я надеюсь, вы не станете затрагивать эту тему. В конце концов, это наше свадебное путешествие, и было бы неприятно напоминание о случившемся». «Разумеется», — сказал я. «А я даже вас еще не поздравил». Я посмотрел на его почти опрятный галстук, на костюм, который относительно недавно был выглажен. Он больше не производил впечатления человека, которого носит по белу свету страшным ураганом. «У вас весьма прирученный и вполне процветающий вид», — заметил я. «Вы по-прежнему занимаетесь детективной деятельностью?» «Видите ли», — смутился Россетер. «Я, в общем, я это бросил». «Мой старик», — он развел руками. «Я знал, что этим дело кончится, когда я стал работать в полицейском управлении. Мой старик узнал, где я через американского шефа полиции, и разыскал меня. Он вообще-то молодец, и я порядком потрепал ему нервы, когда работал в Скотланд-Ярде. Видите ли, он им руководит. Потому-то он и помог мне в Нью-Йорке. Мы с ним поругались. Он сказал, что мои попытки отличиться парализовали работу британского правосудия. Я как-нибудь расскажу вам об этом. Но ему же надо кое-кому-то передать свой титул баронетта. А кому, как не мне. А поэтому...» Он жалобно махнул рукой и допил свой стакан. «А теперь в отель», — провозгласил он. «Заберем Джинни и устроим хороший вечер. Она будет рада немного повеселиться». «Ну, а это...», — показал он на желтую книгу, — «мы сожжем». Я и не подозревал, что вы храните такой сувенир. «С удовольствием», — сказал я. «Но вообще-то, если взглянуть на дело отстраненно, оно казалось очень даже занятным. Есть некий Джозеф Сарджент, которого вы убедили, что являетесь величайшим детективом в мире. Правда, он в этом усомнился, когда вы засадили нас рисовать картинки. Кстати, зачем?» «Я изучаю скреблографию», — ухмыльнулся Россетер. «Что-что?» «Скреблографию», — с удовольствием повторил он. «Я не мог тогда объяснить вам, зачем это мне потребовалось, иначе все было бы испорчено. Вы бы нарисовали не так. Помните, я попросил вас нарисовать дом, мужчину, женщину, собаку. Ваши наброски были очень сходны друг с другом, но мне и нужно было в этом убедиться. Например, женщина у вас получилась с овальным лицом и волосами, похожими на древесную стружку. «Ну и что?» «Точно так же нарисовал ее Твилс». Воцарилось молчание. Он толкнул в мою сторону желтой томи. «Смотрите. Вы помните карандашные наброски, сделанные Твилсом? Вы о них подробно писали в книге? В таких набросках, которые люди рисуют бессознательно, порой кроется большой смысл». Твилс думал на миссис Куэйл. «Поглядите на это кислое лицо. Посмотрите на волосы стружку. Но даже если бы я мог убедиться только, что он нарисовал именно женщину, а не мужчину, этого бы хватило, чтобы подтвердить мое толкование его записи. Я попросил вас нарисовать очень приблизительно женщину, и вы нарисовали ее примерно одинаково. Эти рисунки содержат определенный смысл, но главное — женщина. Займитесь на досуге скреблографией. Очень советую. Ну, а сейчас заберем Джинни и напьемся. Дом, где мы живем, с нашим стариком — веселенькая клетка с пятьюдесятью комнатами. Но я не приспособлен для тихой жизни. Я чахну. Я делаюсь слишком аристократичным. А сейчас я гуляю. Да, самое лучшее — это поскорее надраться». Мне показалось, что он с грустью вспоминает бескрайние просторы, по которым топал в своем пыльном зеленом пальто и старой шляпе. Он же поглядел на свой роскошный головной убор с безугоризненной складкой, и в глазах его зажглось отвращение. Столики кафе заполнялись публикой. «Есть еще две вещи, которые я хотел бы у вас спросить. Я буду рад ответить, если смогу», — отозвался Россетер. «Например, запись Твилса о морфине». Я об этом думал. Вот что мне кажется. Твилс считал, что кто-то и впрямь все эти годы пугает судью белой рукой. Реально, она возникла один раз, когда Том устроил этот фокус. Но судья, похоже, и потом видел ее в каждом углу. Твилс, судя по всему, предполагал, что позже судью пугала миссис Куэйл, и запись Твилса отражает его размышления над тем, какой страх испытывал судья под воздействием морфии. Разумеется, старая дама вовсе не устраивала фокусов с рукой. Ей хотелось одного, чтобы вернулся Том. Думаю, многие в доме считали, что миссис Куэйл немного не в себе, но никто не предполагал, что она может скатиться до убийства. Они готовы были подозревать друг друга, но никто из них и не заикнулся о том, что тут могут быть замешаны родители. «И последнее», — сказал я, — «самое ужасное». «Что вы имеете в виду?» «Этот смех. Помните?» Медсестра слышала его в комнате Твилса. Он преследовал и меня. Все о нем говорили. И еще судья Куэйл с этой цитатой из Гамлета. Помните? Об отравлении в шутку. Но медсестра утверждала, что когда раздался смех, миссис Куэйл была в постели. «Она действительно была в постели», — мрачно подтвердил Россетер. Наступила пауза. Россетер поднялся, возвышаясь над живой изгородью, словно башня. Он взял со стула перчатки и трость, на удивление не вязавшуюся с его обликом, сдвинул чуть на бекрень шляпу. За его спиной я видел официантов с кружками пива. Оркестранты усаживались на стулья, пристраиваясь к рибке под подбородком. «Твилс любил этот город», — внезапно сказал он. «Он собирался вернуться сюда и осуществить все свои мечты. Он еще думал об этом...» «Вам не показалось странным?» — вдруг спросил он меня. «Что он не попытался спасти себя?» Он почувствовал, что отравлен, и у него было еще время что-то сделать, но он промедлил. Он был слишком утомлен тяготами жизни. Ему уже было все равно. Медсестра слышала смех Твилса. Он лежал в своей полосатой пижаме, ждал смерти и смеялся над своей судьбой. Мы не спеша вышли на обсаженную деревьями улицу, а перед глазами у нас все стоял тот странный мрачный дом. Дирижер взмахнул палочкой, и над столиками грянули звуки вальса, перекрывая звон кружек, стаканов и гул голосов. Конец книги Февраль 1996 год Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Степан Старчиков Звукорежиссер Наталья Веселкина